Всем привет из Дюссельдорфа! Мы приехали покупать машину. В этом влоге я расскажу о том, какую машину приехали покупать, почему именно такую, почему именно в Германию, почему именно в Дюссельдорф. Расскажу о процессе покупки, о процессе ее пригона в Украину, прохождения границы, обо всем, что нужно знать человеку, который хочет пригнать себе машину из Евросоюза, растаможить ее, не ездить на бляхах и стать счастливым владельцем такой машины. Вот, собственно, мы буквально пару часов, как в Дюссельдорфе, взяли у друзей миник, симпатичный такой, и сейчас на нем поедем к ближайшему дилеру смотреть первые тачки. Итак, мы уже были у одного дилера, и самое время рассказать, за какой машиной мы приехали и почему именно за такой. Я очень, пару лет уже вынашивал план поменять Фиесту на машину побольше, потому что с двумя детьми в ней реально было тесновато, но все как-то никак, да никак, да никак, но здесь наконец-то вынудили обстоятельства, потому что с 1 января закончится льготная растаможка автомобилей с двигателями Евро-5, соответственно, пора. Я выбирал между, в первую очередь ничего не выбирал, я хотел Megane Universal 3 с полутора литровым дизелем на ручке или с автоматом, очень мне внешне нравится эта тачка, и реально нацелился именно на нее. Но в процессе выбора, как это часто бывает, оказалось, что плюс-минус за те же деньги можно купить Laguna Universal с таким же полутора литровым двигателем на ручке. Я тоже нашел знакомого, который владел таким автомобилем и был им очень доволен, поэтому, собственно, сейчас мы приехали выбирать между Megane и Laguna, но если в Megane я ездил пассажиром и за рулем, тестировал право знакомого, то в Laguna никогда не ездил, мы поехали к первому попавшемуся дилеру поближе к Юссельдорфу, посмотрели и Megane и Laguna, и вопрос с Megane или Laguna отпал, однозначно Laguna, потому что она больше, комфортнее, ну и в целом чувствуется, ты только садишься в нее, чувствуется, что эта тачка класса выше. Соответственно, мы будем покупать Laguna, я надеюсь, что все срастется. Есть два варианта, один возле Кёльна, один в Нидерландах, сейчас едем смотреть ту, которая возле Кёльна. Что ж, первые попытки выбора пока не очень успешные, мы были у двух дилеров, к одному заехали просто для того, чтобы понять, что мы хотим, Megane или Laguna. Наконец-то посмотрел живьем Laguna и понял, что Laguna, конечно, сильно прикольнее, она больше, она комфортнее, она внутри приятнее, она снаружи приятнее, во всех отношениях более прикольный автомобиль. И потом поехали к другому, уже посмотреть Laguna, которую я присмотрел, по Mobile D, очень красиво, белого цвета, на черных дисках, шикарная тачка, но явно крашен капот, явно крашена вся правая половина, точнее, как сказать, крашена. Мой супер приборчик, который я купил за 600 гривен, показывает, что слой краски слева и справа одинаковый, но при этом видно, что капот снимался, передняя пассажирская дверь снималась, задняя пассажирская дверь снималась, и слегка не прилегает вверх двери к кузову, так как должен прилегать. Эти штуки меня очень смущают, хотя по сервисной книжке, по документам у машины один владелец, в июле 2018 года она проходила TUF, это немецкий очень строгий техосмотр, прошла без замечаний. И в принципе, в остальном с тачкой все классно, я проехался, на месте 130 тысяч пробег, шикарная тачка, очень приятная. Но вот эти штуки с дверьми меня смущают, поэтому завтра поедем смотреть другие тачки, поедем, скорее всего, в Голландию, на север от Дюссельдорфа, чем еще приятен Дюссельдорф, тем, что можно поехать и в Голландию, и в Бельгию, а не только в Германии смотреть машины. И не переключайтесь, дальше будет интереснее. Так как первый день наших поисков машины успехом не увенчался, сегодня с утра отправляемся в Голландию, где выбор машин под мои критерии больше, где машин больше, цены ниже, но ехать 200 километров до ближайшей машины, которая нас интересует. Собственно, то, что нужно было сказать сразу, что если вы собираетесь, как и я, ехать искать машину в Германию, то крайне важно озаботиться тем, чтобы у вас здесь был транспорт. Потому что я не очень представляю, как можно на общественном транспорте поездить, повыбирать машины. Все эти автохаусы, дилерские центры расположены далеко не в центре городов, либо вообще в каких-то маленьких городах, либо где-то в тригороде, и потратишь очень много времени, пытаясь просто поездить и посмотреть. Поездить и посмотреть придется, потому что тачка, которая по фоткам очень нравится, которая с виду в идеальном состоянии, как вчерашняя лагуна, у нее оказался крашеный капот, крашеные двери и вообще непонятная история этой машины. В общем, если вам кажется, что на северном бывшем московском мосту узкие полосы, то вы просто не видели этот ремонт на автобане в Германии. Мне еще никогда не было так стрёмно опережать фуру. Обратите внимание, как организован ремонт на автобане. Делают средние ряды, нарисована временная разметка, стоит временный отбойник. Да, ряды очень узкие, но тем не менее две машины даже параллельно с фурой спокойно едут, если не дергаться. И это все максимально безопасно. У нас бы в лучшем случае вот там стояли бетонные блоки через 20 метров, которые тебе так и говорят, ударься об меня и склей ластырь. Мы ехали в большой дилерский центр в Голландии. Здесь будем смотреть лагуну, но здесь реально гораздо более серьезное предприятие, чем мы были вчера в Германии. Где нам русские пытались впарить машину не битую, не крашеную. На самом деле очень битую и очень крашеную. Чистенький. Куда мы смотрим? Мы смотрим на то, что двери не снимались. На болтах заводская краска. Здесь на петлях, на болтах тоже заводская краска. Сейчас заглянем под капот. Под капотное достаточно грязное. Это хороший знак скорее. Чуть порвана защита. Шумоизоляция. Это тоже мелочь. Здесь тоже на болтах везде заводская краска. Что опять же не может не радовать. А почему не радует, что грязно? Что грязно, значит, что его не мыли. Потому что когда двигатель моют, обычно хотят что-то скрыть. Если двигатель грязный, значит открывать не ничего. Нет наклеек, да? Когда меняли масло. Да, наклеек. Как вчера рассказал местный Вова. Хорошо, когда есть наклейки или стикеры, где написано, когда последний раз меняли масло и указали пробег. Здесь ничего такого нет. Но это как бы не значит, что это плохо. Да, здесь везде тоже на болтах заводская краска. Значит, кузов не разбирался, двери не снимались. Сейчас попробуем протестить ее с камером. Посмотреть пробег, записанный в сажевом фильтре. Чтобы узнать, все ли с ней так, как нам рассказывают. По тахометру пробег 154 тысячи. Третья лагуна. Диагностический датчик. У нее находится разъем вот здесь под резинкой в подлокотнике. Сейчас я его попробую выковырять оттуда. У меня есть OBD2 сканер. Здесь специальная софтина в телефоне для диагностики автомобиля Renault. В общем, эту серую тачку мы тоже не купили. Не купили, потому что... Вот как-то смотрим на нее. Вроде бы все классно, но вот что-то не так. Вот не наша машина почему-то и все. И плюс еще продавец какой-то, не европеец, который за всех сил делал вид, как ему на нас пофиг, что он продает по 15 машин в день. Ни разу не подошел. И он не может уделить нам время, не может даже подойти к машине, чтобы мы поторговались. И, как оказалось, в Нидерландах есть существенный нюанс. Здесь есть налог на роскошь на некоторые автомобили. Причем нельзя заранее сказать, на какой есть, на какой нет. Это уже продавец смотрит на конкретную машину и говорит, есть налог на роскошь. И поэтому такие машины продают, вывозят из Нидерландов в Германию, оформляют их в Германии. И эта услуга, опять же, стоит каких-то денег. Но самое страшное, что это все занимает больше недели. Поэтому мы были готовы эту машину брать. Но нам сказали, ребята, она только в конце следующей недели будет в Германии. Поэтому мы позвонили другому дилеру, уедем смотреть красный Меган. И дилер объяснил, что, в принципе, да, вся процедура такая, но вы можете заплатить 250 евро этого долбаного налога на роскошь и уехать на этой машине прямо из Нидерландов. А доставка в Германию вам все равно обойдется даже немножко дороже, чем этот налог на роскошь. Поэтому, окей, едем смотреть Меган. Видимо, вагуна все-таки не наша машина. Мощно встряли в пробку на автобане А-12 в Голландии, который называют самой большой в Голландии парковкой. И, видимо, не зря. И имеем шансы не успеть к дилеру, к которому мы спешим. Хоть мы позвонили и попросили нас подождать. Сказали, что мы едем. Но, блин, это все очень медленно. Нам осталось проехать 16 километров. Google говорит, что ехать мы будем 31 минуту. И это время постепенно увеличивается. Заканчивается наш второй день поисков машины в Германии и Голландии. Мы опять ничего не купили сегодня. К сожалению, у последнего дилера, у которого мы были, мы настолько спешили из-за того, что встряли в пробку, что ничего не записывали. И в этой спешке чуть не купили машину. Но в последний момент, когда уже надо было подписывать документы, я включил заднюю, потому что, блин, мы не успели ее потестдравить, не успели ее нормально посмотреть. Вносить предоплату за машину, которая так бегло успела ознакомиться, я не рискнул. И, скорее всего, мы завтра вернемся к тому дилеру в Голландию. Там у них два Megano, очень прикольные оба, и между ними тяжело выбрать. У каждого есть свои достоинства, свои недостатки. Но надо переспать с этой мыслью, внимательно подумать, и завтра уже принимать взвешенное решение, потому что бегом-бегом лучше ничего не делать. Вот такой вот был второй день. Надеюсь, что завтра наш вопрос с машиной закроется, и мы уже сможем похвастаться, что мы купили, и на чем мы будем ехать в Украину. Третий день наших поисков машины. Чуть я с утра немножко приуныл, потому что все находится не совсем то, чего нам хочется, либо не совсем в том состоянии, которого нам хочется. Видимо, я слишком много жду от бэушных 5-6-летних машин с пробегами за 150 тысяч километров. Вчера мы говорили, что за сегодня поедем прямо в Голландию и сразу купим там ту красную машину, но на самом деле мы сейчас поедем еще покатаемся немножко по Германии, может здесь что-нибудь найдем. Есть пара вариантов, а потом уже, наверное, поедем в Голландию, если ничего не подойдет. Сколько наши? Я пишу. Мы купили машину. Мы ехали в таком дерьмовом настроении после вчерашнего, где нам все нас обижали дилеры, ничего нам не нравилось, и в итоге мы сегодня вдули полный бак в Минник с целью кататься целый день и выбирать машину. В итоге заехали к дилеру, к которому вообще изначально не собирались. Я машину увидел сегодня ночью машину. Думаю, ну если по пути, то заедем. Посмотрели вот этот вот беленький Меган 15-го года. И так он нам понравился, что мы еще глянули, у дилера был Гранд Сеник. Тоже очень хороший. Очень хороший, на 1000 евро дороже на автомате, но все-таки Гранд Сеник не моя машина, а Меган моя машина. Поэтому вот он, наш новый автомобиль. Рено Меган 15-й год. Комплектация такая, видимо, собиралась по конфигуратору. Она какая-то limited, но очень необычная, потому что диски железные, но при этом навигация, блютузы, все, что надо есть. Но потом подробнее буду рассказывать. Сейчас только первые впечатления. Она в очень хорошем состоянии, салон в отличном состоянии. Все чистенько, красиво. Тачка из лизинга, естественно. Проходила последнее ТО. Буквально 2000 км назад поменяно масло. В общем, бери, едь в Украину. Сейчас дилер оформляет все документы. Мы пока едем к друзьям, отдаем обратной машине, возвращаемся сюда на поезде, чтобы уже уехать на своей машине к друзьям в Дюссельдорф и планировать обратную дорогу. Есть две опции с транзитными номерами. Вот это самое правильное. Это красные номера, выданные до 25 декабря, чтобы я спокойно мог покинуть страну, покинуть вообще Евросоюз. Как вариант, дилер может предлагать желтые номера, обычные транзитные номера, на которых перегоняются машины здесь, по территории Евросоюза. И как бы с ними тоже не должно быть проблем, но я решил не рисковать и делать все максимально по закону, чтобы не было никаких вообще вопросов ни у поляков, ни у немцев, нигде. Надеемся, что финальная часть процесса выбора машины. Не кричи, как жило, чтобы меня слышали. Мы отдали миник друзьям, они нас закинули на вокзал в Дюссельдорфе, сейчас на поезде едем выбирать уже свою машину, рассчитываться с дилером и ехать на ней, собственно, в Дюссельдорф. Это большой плюс, что мы все-таки купили машину в 50 километрах от Дюссельдорфа, они поехали за ней в Голландию, потому что надо было бы сегодня сначала доехать до дилера 200 километров, потом отогнать миник обратно в Дюссельдорф и завтра, скорее всего, утром ехать с пересадкой в Амстердаме в Утрехт, оттуда еще как-то добираться до дилера, у которого мы вчера чуть-чуть купили машину. Вот так вот катаемся на немецких поездах. Сегодня машинку лучше купили. Машинку купили лучше, да. Подробно расскажу про комплектацию уже по дороге, когда будем играть ее в Украину. Вот и первая заправка новой машины. Дизелек по евро 30 с копейками за литр. Я надеюсь, он очень вкусный. И машине хватит его на тысячу километров до границы с Украиной, потому что заправляться по евро 30, это все-таки немножко больно. Хотя, с учетом того, сколько топлива стоит уже в Украине, сопоставимо. Машина, кстати, на железных дисках, а не на литых. Это, наверное, эстетически самый большой ее недостаток. Но, с другой стороны, с точки зрения практичности, как известно, в Украине это большое достоинство. Может быть, позже куплю себе литые диски на лето, а эти оставлю для зимы и для зимней резины. Итак, четвертый день нашего путешествия по выбору машины. Собственно, машину мы уже выбрали. Она вон припаркована в этом прекрасном Дюссельдорском районе. Прям вышел утром на балкон, посмотрел и такой, хе-хе-хе, это мое, класс. Вот, сегодня у нас день отдыха. Сейчас поедем пошопимся, погуляем по Дюссельдорфу. Я уже оплатил, мне брокер прислал все реквизиты, посчитал предварительную стоимость растаможки. Я ее оплатил, это получилось 64 600 гривен за машину стоимостью 5 700 евро. То есть, примерно чуть-чуть меньше 2000 евро. Через пару часов он мне пришлет уже таможенную декларацию предварительную, с которой я могу ехать на границу и спокойно проходить границу. А потом по приезду в Киев уже буду по понятиям растамаживать полностью машину и ставить ее на учет. Можем себе позволить сегодня немножко погулять. Приехали в РУР. Это бывшее газовое хранилище, построенное в начале 20 века. Резервное газохранилище. Таких раньше было много после Германии. Сейчас вроде бы осталось всего 4. Здесь внутри инсталляция, посвященная швейцарской горе Матерхорн и ее покорению, скалолазам, альтимистам и всем прикольным людям. Можно подняться наверх. На вершину этого хранилища здесь 110 метров. И очень красиво. Можно полюбоваться Германией, которая в это осеннее время выглядит просто шикарно. Если не хочется ждать лифта, можно подняться на самый верх по этой прекрасной лестнице. Всего-то 20 этажей. Не сильно и устанешь. Классное место. Хорошо, что приехали. Очень интересно. Реально почувствовать мощь немецкой промышленности начала 20 века на себе можно. Вопрос только, как они с такой промышленностью умудрились проиграть две войны. Приехали хоть немножко посмотреть город и погулять по набережной в Дюссельдорфе. И от такой набережной жителю Киева реально хочется плакать. Потому что здесь организовано все для людей. Ребята местные говорят, что это не очень давно произошло. Здесь было шоссе шестиполосное. Что-то мне это очень напоминает. Шоссе закопали в землю. Прямо из тоннеля есть въезд в огромный подземный паркинг. А вся набережная выглядит вот так. Пешеходная дорожка. Внизу еще есть дорожки для гуляния. Здесь дорожка, чтобы бегать, посыпанная гравием. Или просто гулять. И велодорожка. Жители местных домов могут подъехать к своим домам. И даже припарковать машину. Но при этом машины никого не напрягают. Пример того, как должна выглядеть набережная в городе. Расскажу в двух словах о том, как возвращают в Германии ват налог на автомобиль. Если вы будете выбирать машину на MobileD, то у большинства машин указаны две цены. Netta и Bruta. Bruta это машина с налогом. Netta машина без налога. Если вы покупаете машину, чтобы вывезти ее из Евросоюза, то вам этот налог возвращают. Не все дилеры это делают. Не на все машины это возможно. Для того, чтобы вам вернули налог, машина должна была бы быть во владении до этого у юридического лица, плательщика НДС. Только в этом случае вам вернут налог при покупке. Как это происходит на самом деле? Дилеры не хотят париться с налоговой и оформлять все документы так, чтобы это все прям по понятиям происходило. Разве что какие-то, может быть, крупные, очень крупные дилеры это делают. Если это мелкие дилеры, такие, как я покупал машину, то они вам считают машину даже дешевле, чем цена написана Netta. Берут 500 евро залога и потом после того, как вы перешли границу, в Польше отсканировали таможенную декларацию. Они в системе увидели, что машина пересекла границу с Евросоюзом. И вам вернут эти 500 евро. Мы с моим дилером, так как я покупал машину у русского, о чем, кстати, меня предупреждали, что этого не надо делать. Я от нескольких русских уехал и ничего у них не купил. Но такой дядечка вроде бы адекватный. И мы договорились так, что его друг из Одессы вернет мне этот залог, эти 500 евро вернет в Украине. Посмотрим, вернет или нет, конечно. Я с ними так на всякий случай мысленно попрощался, но надеюсь, что все будет хорошо. Поэтому смотрите на цену мета и рассчитывайте на то, что за эти деньги, в принципе, вы купите машину и париться с возвратом вата, с какими-то счетами банковскими. И всем вот этим вам, скорее всего, не нужно. Самая центральная площадь Дюссельдорфа, самый центральный центр остатки исторической застройки или новой застройки под историческую, потому что во время Второй мировой войны Дюссельдорф очень сильно пострадал, как и вся эта часть Германии. И вот там, с правой стороны, есть часы, которые отмечают, сколько времени уже этот город, как административная единица Германии, живет без внешних долгов. Зарабатывает больше, чем тратит. Это, типа, очень почетно. Не каждому городу в Германии это дано, и поэтому они очень этим гордятся. Рошен здорового человека, с фирменным магазином Линд. Я видел, сидя в кафе, как мужчинка такой лет 50 ехал на этом BMW мимо, и вот вижу его припаркованный. Выглядит, как мотоцикл моей мечты. Я в последнее время плотно угорел по двухколесному транспорту. И вот реально такой BMW офигенный. Твоё лицо как-то заплатил 7,5 евро за прокопку. Вот такой вот трехэтажный подземный паркинг под набережной в Дюссельдорфе. А могли бы построить глобус плохий и стричь капусту с торгового центра? Эта история мне напоминает, как в 2009 году по приезду в Шанхай я первым делом купил чемодан, чтобы потом привезти оттуда много вещей. Так и сейчас я приехал в Германию, чтобы купить большую машину с большим багажником, напаковать её всяким барахлом и везти в Украину. Ну просто нас ждут дети, мы сэкономили немножко денег при покупке машины, которые можно было бы потратить на зимнюю резину, конечно. Но в общем дети будут нам рады. Обнесли торговый центр и теперь наконец-то отправляемся домой. Сегодня пятый день нашего путешествия за машиной. Пятница и нас ждут 800-1000 километров. Планируем сегодня доехать до границы с Польшей, углубиться в Польшу и где-то там заночевать. Проехали первые сотни километров, больше 100, километров 150 проехали. Встряли на автобане А2 в такую вот красивую пробку. Обратите внимание, все по умолчанию прижимаются. Левый ряд прижимается к отбойнику, средний ряд прижимается чуть правее. Даже на мостиках всяких и перемычках на автобанах висят знаки, мол типа застряли, оставьте проезд экстренным службам. Чтобы сейчас, если нужно будет проехать полиции или скорой, то уже не надо было распихивать трафик. Здесь уже в принципе проедет скорая или полицейская машина. Я уже пятый день в Германии и не могу перестать удивляться, как много машин на автобанах. Мои первые два опыта езды по автобанам это были тесты BMW зимой. Когда мы прилетали в Мюнхен, брали машины, мчали в Австрию. Встал 200 на круиз и поехал. Машин мало, никого нет, никто тебе не мешает. А здесь, блин, здесь тупо трафик, как в городе иногда бывает. И пробки образовываются на автобанах, вот как в Голландии мы стояли. Не потому, что что-то случилось. Прошлая здесь была из-за ДТП, кстати. А просто потому, что много машин. Кто-то тормознул, и это все волной раскатилось, и все остановились. Сейчас ты стоишь, через 5 минут едешь 100, еще через пару минут опять стоишь, потом опять едешь 100. Потому, что уже машины просто перестают помещаться в автобанах. Ну что ж, 500 плюс километров от Дюссельдорфа, уже стемнело. Мы где-то уже недалеко от немецко-польской границы проехали Берлин. Осталось около 100 километров до Франкфурта на Одере, который, по сути, последний большой город в Германии. За ним уже Польша. Где-то надо будет купить виньерку, потому что в Польше платные дороги. Забронировали отель в Польше, километрах в двухстах от границы. Туда, собственно, и направляемся. Пойдем сейчас кофе попьем и танчим дальше. Привет. Мы ехали-ехали и, наконец, приехали. Нашли эту гостиницу, блин, с четвертого раза. Проскочили ее по трассе, уехали в город, развернулись, потом не могли найти заезд, но в конце концов нашли. Все, пятый день нашего путешествия подошел к концу. Завтра продолжим. Мы где-то в 900 километрах от Дюссельдорфа. Переночевали в каком-то пансионате над непроизносимое название реки. Место, в принципе, неплохое, чистенько более-менее. Симпатично, только непонятно, какого фига в отеле, который стоит над трассой, где ночуют очень много людей, которые отсюда едут куда-то. Играет вечером очень громко музыка. Но, тем не менее, вчера так задолбался, что без проблем заснул, даже несмотря на громкую музыку. Сейчас позавтракаем. Будем ехать дальше. Нам около 500 километров до границы, потом неизвестная лотерея с тем, как быстро мы ее пройдем. И потом еще 500 километров до дома. Расскажу немножко про машину, потому что так руки не доходили про нее подробнее рассказать. Первые впечатления от длинной дороги только самые положительные. Все отлично, отлично едет. После Fiesta 2008 года, в комплектации которой не было ничего, этот Megane выглядит просто лимузином. Радуюсь как ребенок, что у меня есть подогрев зеркал, датчик заборной температуры, навигация, Bluetooth. Короче, все, ништяк. Комплектация называется Limited. Чтобы это не значило, выглядит так, как будто ее в конфигураторе собирал я сам для себя. Здесь есть все нужное и ничего лишнего. Есть навигация, есть Bluetooth, есть громкая связь, есть руль в коже, симпатичные черные зеркала, 6 подушек, ESP. В общем, по безопасности здесь, по-моему, максимум, что можно было взять от третьего Megane, может и 8 подушек. Это надо видно расшифровать, тогда я увижу полностью комплектацию. И при этом нет ничего лишнего. Нет какой-то дурацкой кожи, псевдокожей на креслах. Нет кожи на ручке. Это выглядит странно, что руль в коже, а ручка не в коже. Но, серьезно, если бы я себе собирал машину, я бы так и сделал. Потому что у Renault здесь на ручке, если она в коже, вот здесь шоу. И это, ну, очень странно мне, когда я ездил на механических коробках на Renault, реально мне это очень не нравилось. Потому что шоу упирается здесь в тыльную сторону ладони. Точнее, в ладонь упирается, это очень неприятно. Ручник механический, а не электронный, что я тоже люблю. Подлокотничек, ну, подлокотничек, конечно, можно было бы кожей обтянуть. В общем, все, что надо есть. Круиз есть, подрулевой переключатель есть, отлично. И сиденья тканевая, как по мне, гораздо приятнее, чем псевдокожа, которую Renault ставит в своей машине. Коврики резиновые практически новые, но я их, конечно, заменю на велюровые, потому что я не люблю резину. В общем, впечатление от машины тупо кайф. Расскажу также в двух словах, как по косвенным признакам определить, что вас не разводят с пробегом. Хотя, когда я приеду в Украину, я, конечно, просканирую машину и могу удивиться, потому что ни в чем нельзя быть уверенным на 100%. В общем, по одометру, по одометру у машины была 151 950 км пробега. Этот же пробег можно отследить по сервисной книге. Здесь есть полноценная сервисная, сейчас покажу, а не какие-то непонятные листики, которые мне пытались стюхать. Последнее ТО по сервисной книге машина проходила на 149 тысячах. И вот здесь под капотом есть такая бумажка. Как сказал мне товарищ, который давно живет в Германии, это правило хорошего тона. И когда из ТО тебе меняет масло, они отмечают это на бумажке. Они отмечают, когда был ТО, какой был пробег, дату следующего ТО и пробег, на котором его надо сделать. И если такая бумажка есть под капотом, это практически, ну не 100% гарантия, но это очень хороший знак, что машину, во-первых, обслуживали нормально, а во-вторых, что у нее действительно тот пробег, который вы видите на одометре. Сейчас покажу сервису. Все машины, которые я смотрел в Голландии и лагуны в Германии, у них вместо сервисной книжки были какие-то левые листочки, которые как будто вырваны из сервисной книжки, на которых отмечены ТО, но это была не сервисная. Здесь, пожалуйста, все, начиная с первого ТО, нулевого ТО на 7 километрах и потом каждые 30 тысяч по сервисным интервалам европейским, все отмечено с отметками дилеров, с отметками что делалось, как делалось. Естественно, я это в Украине, все проверю по сервисной истории, которую смогу увидеть. Машина была в сикс-лизинге, есть бумажки даже на продление гарантии. В общем, видно, что за машиной следили и момент, который я не заметил, когда машину осматривал, хотя, конечно, надо было посмотреть, но реально не обратил на это внимания, обратил уже потом. Когда с дилером ездили туда-сюда, оформляли бумажки, обратил внимание на то, что очень-очень-очень прозрачное лобовое стекло. И не то, чтобы прямо придало этому значение, просто думал, о, круто, какая лобовуха прозрачная, потому что на сиесте у меня лобовуха была побита жизнью уже, пошкрябана, где-то какие-то сколы. Вот, и когда уже приехали к друзьям, показывали машину, я посмотрел на циферки, вот здесь на стеклах. Здесь последняя цифра 5, как и на всех стеклах последняя цифра 5. Это значит, что стекла 15-го года, а на лобовом стекле цифра 8, то есть его дата производства 2018 год. Видимо, были какие-то сколы, и так как в Германии стекла это страховой случай, машина была в лизинге, она была застрахована, то стекло поменяли по страховке в этом году, и оно идеальное просто. Это как бы, с одной стороны, замененная лобовуха может быть признаком того, что машина была в ДТП, но в данном случае я практически уверен, что это признак того, что машине просто поменяли лобовое стекло. И опять же, товарищ, который в Германии живет, говорит, да, это абсолютно нормально, лобовуха страховой, поэтому их без проблем меняют. В то время как у коричневого Megane, который мы смотрели в Голландии, был большой скол на лобовом стекле, и непонятно, почему его не заменили, ведь это тоже как бы лизинговая машина, но она выглядела довольно подозрительно. Из таких заметных недостатков капот побит немножко камнями из сколы, но нацинкован. Я думаю, что это не страшно, но уже в Киеве пообщаюсь с опытными людьми, узнаю, стоит ли с этим что-то делать, и стоит ли по этому поводу заморачиваться. Вчера проехали почти 900 километров, ехал в основном на круизе, по Германии, конечно, как получалось, потому что очень серьезный трафик на автобанах. Но в целом получилось нормально, по Польше 140-120, по ограничениям, средний расход за 900 километров 4,5 литра на сотню, и это прям очень приятно. Ну и, собственно, то, ради чего люди покупают универсалы, багажник, багажник, багажник. Мы так нормально затарились всякими ништяками. Вот еще минус, да, то, что я даже сразу не заметил, но то, что меня не очень напрягает. На шторке нет ручки, которая здесь должна быть пластиковая, и пластиковые фиксаторы шторки еле дышат. Они проворачиваются и, в принципе, уже не готовы нормально держать шторку. Я думаю, что я эту шторку просто в Киеве полностью заменю. Из приятных бонусов есть фаркоп, и крюк фаркопа видно, что новый даже ни разу не ставился на машину. Я не то, чтобы собираюсь стягать прицепы, но на фаркопы очень удобно крепить велобагажники, поэтому я думаю, что он мне пригодится. Собственно, рядом с Megane на красных транзитах обнаружен Passat на желтых транзитах. Желтые транзиты это только для Евросоюза. На 5 дней нам дилер предлагал оформить такие же, чтобы сэкономить на страховке. И Passat не успел приехать в Польшу, уже продается. 77 900 злотых. Вообще, вчера очень много на трассе видели машин, автовозов, которые прут в Польшу машины из Германии, из Франции, еще откуда-то битые, не битые, какие угодно. Только и развлекались тем, что рассматривали на автобане эти автовозы. Такое ощущение, что всю Германию везут в Польшу. Автомагистрали в Польше платные, я почему-то думал, что надо купить виньетку, и на первой же заправке остановился. Мне чувак объяснил, что ничего не надо, едь дальше. Здесь есть пропускные пункты, иногда ты платишь при въезде сразу, иногда ты платишь при выезде. А ты при въезде берешь билет. Но тариф, по-моему, поймай. Паркозом рандом заплатил. По моим ощущениям, тариф какой-то абсолютно рандомный, потому что сначала мы проехали очень длинный участок, больше 100 километров, заплатили 38 злотых. Потом было два участка по 20 злотых, весьма коротких. Причем проехал, заплатил 20, потом сколько-то проехал, еще один пункт, и сразу заплатил еще 20. Сейчас проехали примерно 40 километров, мне кажется. И заплатили 10 злотых. По какому принципу их снимают, и сколько стоит километр, я не догоняю. Но это все еще, типа, так стоит денег. Но зато дорога офигенная, тут как бы вопросов нет. Вот, собственно, мы и приехали на границу. Впереди 6-ти километровая очередь из фур. И такие красивые, короче, мы и стоим. Сколько стоять, неизвестно. Будем стоять, что делать. Всем привет, мы наконец-то в Украине. Вчера уже было не до того, чтобы писать влог на погранпереходе. Вообще, с камерами лучше не шариться. После погранперехода уже не было никакого желания что-то писать. В целом мы потратили на переход границы 9,5 часов. Из них 7,5, наверное, это был переход польской границы. Очередь с фурами и потом оформление на таможне. Было бы быстрее, если бы я не возвращал такс-фри. На это еще ушло такс-фри за товары, которые мы купили, не за машину. Но в целом 7 часов, и говорят опытные люди, что для перехода ягодин, как называется город? Да, Дарагуз. Да, для перехода Дарагуз к ягодин это еще очень легко отделались, особенно в субботу вечера. На нашей границе на все про все ушло 2 часа. Порядка гораздо больше, все гораздо понятнее. Пошел к инспектору, он проверил бумаги, пошел к местному таможенному брокеру. Она сделала еще несколько бумажек, вернулся к инспектору, рассмотрели машину, все свободно. На нашей стороне заплатил 300 гривен за услуги брокера и 10 евро акциз, какой-то или таможенный сбор. И на этом, собственно, все. Чешем по Варшавской трассе домой, и она очень ок, как оказалось. Я много раз слышал, что она очень приятная, эта дорога, и до Луцка можно доехать очень быстро. И так и есть, она действительно очень приятная, хорошее покрытие, чуть подавлено местами фурами, вот как здесь. Но в целом ям нет, очень красиво. Восемь все-таки отличное время для путешествий. Осталось 266 километров до дома. Также хотел еще рассказать, зачем нужен таможенный брокер и как вообще происходит все оформление. Потому что это все непонятно, и до конца я не находил статей, которые мне понятно объяснили, что к чему. В общем, для того, чтобы вам заехать в Украину, за машину нужно предварительно заплатить всю сумму растаможки. Это вот был для меня сюрприз, я был уверен, что ты заезжаешь, а потом уже все начинаешь оформлять. Нет, практически, ну не практически, а предварительно оценочную сумму растаможки вашего автомобиля, то есть той суммы, которой вам в принципе обойдется растаможка, нужно заплатить до пересечения границы, иначе машину в страну в принципе не пустят. Это называется залоговый платеж, чтобы таможня была уверена, что ты потом действительно ее будешь растамаживать, и не будешь ездить на пляхах дальше. Для того, чтобы это все оформить, вам нужен таможенный брокер в Украине, которому вы сразу спросите после оформления машины в Европе, сразу спросите договор купли-продажи, и он начнет процесс оформления машины. Он сделает, оценит стоимость растаможки, даст вам все реквизиты, вы оплатите, собственно, этот акциз, не только акциз, а всю сумму, которую нужно оплатить, и после чего будет готова предварительная таможенная декларация, с которой вы не едете на границу. Там уже на месте брокер делает еще несколько бумажек, и с вот этим всем вы заезжаете в страну. Я вчера уточнил у брокера, можно ли просто с договором купли-продажи с документами на машину приехать на границу, сделать это все на границе. Она помялась, говорит, что в принципе можно, но инспекторы будут очень сильно ругаться, потому что так быть не должно. Так быть не должно, и их должны за это штрафовать, если они впускают машины на оформление прямо на границе. При этом очень важный момент, вам придется из Европы каким-то образом оплатить вот эту предварительную растаможку, и нюанс в том, что платеж должен быть совершен от вашего имени. То есть нельзя оставить денег кому-то в Украине, чтобы он пошел в банк и заплатил. Разве что если, возможно, какие-то отделения банков готовы принять платеж от одного физического лица, а оформить его от имени другого физического лица. Потому что таможне очень важно, чтобы платеж пришел именно от того физика, который оформляет на себя машину с его ИННом, чтобы он был указан плательщиками и так далее. Из онлайн-сервисов, насколько я понимаю, только Privat24 может сделать платеж, который удовлетворяет таможен. Поэтому я сделал так, и у меня деньги на машину были наличными в евро, а таможенный платеж гримит на карте, и через Privat24 я оплатил. Нет, конечно, вы можете оставить доверенность кому-то, это реальная доверенность в Украине, и он оплатит от вашего имени. И тот же Privat24, насколько я понимаю, я видел в платежах по Украине, у них есть возможность заплатить от имени другого лица. Но, опять же, таможня проверяет, то ли проверяет, то ли в платежке, то, что мне говорил брокер, очень важно, чтобы даже номер карты, номер счета, с которого вы платили, тоже принадлежал вам. Поэтому, наверное, Privat24 оптимальный вариант для этого. Ну, вот мы и в квартале от дома. Позади 2078 километров от момента, как мы забрали машину у дилера, и почти 1900 от момента, когда мы выехали домой в Киев. Украина, привет! Киев, привет! Меган, ты будешь здесь жить? Не обижайся! Не обижайся на нас, да! Дальше расскажу уже про растаможку машины в Украине, полную про постановку на учет. И на этом будет все. Путешествие закончено, теперь осталось довести все до ума, все документы и, наконец-то, поставить машину на украинские номера. Приехал к таможенному терминалу в Киеве, чтобы закончить процесс растаможки машины. С утра доплатил еще 1152 гривны, потому что вырос курс евро. Окончательная стоимость оказалась на 1152 гривны больше. 64 600 я заплатил еще из Германии, и 1152 сейчас. Ну, евро, если пересчитать, это те же самые, чуть меньше 2000 евро. И сейчас расскажу про документы, которые вам нужны, которые вам должен дать дилер, и которые потом еще нужно добавить уже на украинской таможне. Итак, полный пакет документов. Он достаточно большой. Это малый бриф на машину, большой бриф на машину. Затем декларация таможенная, которую оформляли уже на таможне, на таможенном терминале, ну, на пропускном пункте. Еще одно продолжение. Договор купли-продажи с дилером. Сертификат экологический, ну, это вообще сертификат качества на машину немецкий, он же экологический сертификат, который позволяет вам сэкономить на оформлении сертификата Евро-5 в Украине. Это стоит тоже порядка 2000 гривен. И еще одна какая-то таможенная пижня, которую оформляли тоже на пункте пропуска. И акт осмотра инспектором машины. А также мытная декларация. А также польские декларации, по которым меня выпускали из Польши. Это все, с чем я уже приехал в Украину. Из Германии вам должен дилер дать малый бриф и большой бриф. Это аналоги нашего техпаспорта на машину. Туда вы уже должны быть вписаны как полуделец. И договор купли-продажи обязательно. И декларации, по которым вас должны выпустить из Евросоюза. Возможно, вам дилер будет предлагать, как предлагал мне вариант, сделать два договора купли-продажи. Один для поляков, один для Украины. В котором будет указана меньшая стоимость. Теоретически вы можете на этом сэкономить на растаможке. Но когда я поговорил со своим таможенным брокером, он сказал, лучше с этим не связываться. Особенно если машину растамаживать в Киеве. Потому что есть вероятность того, что украинская таможня сделает запрос в Польшу. Если им покажется, что цена слишком низкая. А с этим будут огромные проблемы. За подлог документов. Либо просто не поверят этой стоимости. Отправят вас на независимую оценку. И все равно посчитают по той цене, по которой нужно. Я так понимаю, что этим способом пользуются перекупщики. У которых все сплачено в регионах на таможнях. И они действительно таможат машины значительно дешевле. В моем случае экономия составила бы, возможно, где-то 500 евро на растаможке. Я ни в коем случае решил не рисковать. Потому что 500 евро не те деньги, из-за которых стоит нервничать и плохо спать. А проблемы могли бы быть очень существенными. Тем более, что я растамаживаю машину в Киеве, где таможня прошаренная. И никакая такая фигня не проканает. Я все еще на таможне. Прошло примерно полтора часа, как я сюда приехал. Но должен сказать, что это довольно быстро все происходит. И все благодаря таможенному брокеру. Которые, по сути, здесь, наверное, являются официальными решалами и ускорителями процессов. Подача документов. Осмотр машины инспектором. Дальше с документами происходят еще какие-то движения. Мне еще придется заплатить около 400 гривен за услуги таможенного терминала. Который является частной организацией. У которой государственная таможня арендует территорию. И я буду готов к тому, чтобы получать сертификацию ответствия и ставить машину на учет. Что ж, спустя без малого 3 часа я выехал из таможенного терминала с комплектом документов для постановки машины на учет. Осталось получить только сертификацию ответствия. Уже позвонил, узнал. В четверг утром поеду. Это будет стоить 2200 гривен. И уже после этого можно ехать ставить машину на учет. Ну что ж, сертификацию прошел. Вся процедура заняла чуть больше часа. Да, ну ладно, около часа. Удивительно, они здесь даже что-то сделали, смотрели. Там мерили выхлоп, я видел, специальным прибором. Как бы изображают видимость того, что они действительно что-то делают. Они просто переписывают данные из немецкого сертификата. И теперь мне надо поехать через час по другому адресу, на другой конец города, чтобы получиться сертификат. Это очень удобно. На самом деле нет. Потому что нахрен я приехал сюда, если мне все равно ехать в другое место. Я мог бы туда сразу поехать и там сертификацию пройти. Правда? Все для людей. Заветный сертификат качества у меня. Сертификат соответствия. И как-то забыл похвастаться этим сразу в день, когда получил. И вот это был понедельник. Сегодня среда. И наконец-то еду ставить машину на учет. И финализировать свое путешествие, свою покупку. И получать украинские номера. Ну что ж, вот машина на украинских номерах. Наконец-то вся эта эпопея закончена. Которая чуть растянулась. Все можно было сделать намного быстрее в Украине. Но я то болел, то было некогда, то еще что-то. Меган на украинских номерах. Все расходы на машину 9 475 долларов по сегодняшнему курсу. Машина 2015 года на Автория. Но вы можете посмотреть сами, сколько такие машины стоят. В моей комплектации просят от 10 до 12 тысяч. По-разному. Думаю, что на этой машине скрепили бы пробег в 1000 до 70-80 и продавали бы где-то за 11. В любом случае, я очень доволен поездкой. Я не считаю в расходах на машину расходы неупосредственно на поездку. Потому что мы ее совместили с путешествием, с поездкой к друзьям. С тем, что мы посмотрели еще Германию, немножко Голландии, чуть-чуть Польше. И всем рекомендую, если вы собираетесь купить машину в Европе, совместите ее еще с чем-нибудь. Поедьте к друзьям, у которых вы никогда не были. Заедьте в какие-то города, которые вы давно хотели посмотреть. Тогда вы не будете воспринимать эти расходы на путешествия, как расходы на машины. Вообще-то у вас поездка будет не за машиной. Это будет полноценное путешествие, в котором вы еще и купите машину. Это очень кайфово. И вот такой формат я всем рекомендую. Подытожу в конце весь алгоритм покупки. Выбирайте машину на Mobile Day. Едите в Германию. Покупаете. Оформляете с дилером договор купли-продажи. И дает он вам таможенную декларацию немецкую, с которой вы потом выезжаете из Евросоюза в Польшу. В дополнение к покупке машины вы также покупаете транзитные номера, страховку и зеленую карту. Сразу после покупки должны отправить брокеру все документы, чтобы он вам оформил предварительную таможенную декларацию. В этой предварительной декларации проводите оплату. Через Privat24, через день вам приходит предварительная декларация. С ней можете пересекать границу. Пересекаете границу в Польше обязательно, если у вас есть залог, который как бы возврат МДС, обязательно следите, чтобы поляки отсканировали декларацию. Таким образом будет отмечено, что вы покинули Евросоюз. Въезжаете в Украину. На границе оплачиваете еще 10 евро, плюс услуги местного таможенного брокера. Он вам делает дополнительные документы. И со всем этим пакетом документов вы въезжаете в страну. У вас есть 10 дней на то, чтобы предъявить машину по месту доставки в груза на ту таможню, которая вам оформляла предварительную таможенную декларацию. Приезжаете на таможню. Возможно, нужно будет доплатить еще... Если поменяется курс, возможно, нужно будет доплатить еще немножко разницу. Либо наоборот, вам вернут разницу, если курс опустился евро. Это перед посещением таможни. Все, въезжаете на таможню, там все оформляете. Выезжаете из таможни, едете на сертификацию, получаете сертификат. И со всеми этими документами уже спокойно ставите машину на учет, как будто там уже по процедуре нет никакой разницы. В Украине это сделано. В Украине вы покупали машину или за границей. При постановке на учет еще платите в пенсионный фонд. Я со своей суммы 5800 евро заплатил 6300 с копейками... Все, с вот этим всем. У вас машина на украинских номерах, и вы счастливый владелец растаможенной, красивой официальной машины, а не какой-нибудь там блеховой.